Всем привет! Меня зовут Мила. Перед вашими глазами полный раскрой рюкзака всех деталей и всей фурнитуры, которая понадобится для его пошива. Мне понадобится три бегунка, две рамки, две полурамки, молния для кармана, дальше это лента молния, я покупаю ее на метраж, стропы 3 сантиметра и 2 сантиметра уже нарезала я, изолон для лямок, изолон для нижней части рюкзака и боковых стенок и для спинки. Это у меня для кармана, который я пришью на спинку рюкзака, это карман будет внутри. Рюкзак буду шить из черных джинсов и все джинсовые детали будут приклеены на флизелин. Две ленты, это обтачки для швов, это терракотовая, даже не терракотовая, наверное, все-таки горчичная какая-то, не знаю как правильный цвет называется. В общем, это подкладка для рюкзака, плащевка, называется молоко. Это карман, который я буду пришивать на переднюю часть рюкзака, сшит он из искусственного меха под тигра. Все детали также посажены на флизелин. Покупала я не цельнокроеный большой кусок, а такие ленты по скидке на рынке этого меха, поэтому мне пришлось как-то придумывать как его сшить. А это детали джинсовые, все раскроено, все подготовлено, не буду тратить ваше время, все за кадром это сделала. Хочу очень подробно показать и рассказать как сшить такой рюкзак, чтобы вы его 100% могли сшить. Вот посмотрели видео и без единого вопроса вы его сделали. После приклеивания деталей на флизелин еще раз прикладываю ко всем деталям выкройку и делаю уже контрольный обвод по выкройке, чтобы исключить любую погрешность, даже миллиметр, 5 миллиметров. Это не нужно, потому что потом ничего не сойдется, все будет криво-косо и рюкзак будет перекошенный. Сразу отмечаю середины на всех деталях, чтобы потом уже к этому не возвращаться. С молнией, которую буду пришивать на карман, на заднюю стенку рюкзака убираю все эти железки, это мавитон все это оставлять. Соединяю края молнии, чтобы она у меня с двух концов была соединена и красиво вшилась. Концы молнии зашиваю джинсовыми кусочками, делаю как бы рамочку, прошиваю на машинке, срезаю лишнюю молнию, отгибаю эти джинсовые подкрои и отделочную строчку делаю сверху. Молния готова, пришиваем ее на джинсовый карман, просто подкладываю под низ и сверху прохожу строчкой, попадаю в те же дырочки, что и был подшит карман на фабрике. Дальше нужно посадить его на подкладку, опять в тот же шов попадаю, прокладываю строчку, отгибаю подкладку, все тщательно нужно сколоть, оттягиваем карман, оттягиваем подкладку и снизу кармана начинаем скалывать и влево-вправо, чтоб карман был ровный. Дальше я фиксирую карман строчкой вот за тем местом, где он подгибается, то есть видите эта бороздочка, она остается, вот прям за ней я прокладываю строчку, после этого все лишнее срезаю, все это уже не нужно нам, все вот эти нитки, чтоб ничего это не мешалось потом. Теперь нужно обработать карман швом зигзаг на швейной машине, если нет этого шва, обшить это все вручную, чтоб и ничего там не лохматилось. Ну не хотите вы это делать, не делайте, но я привыкла обрабатывать все зигзагом. Карман полностью готов, еще я прокладываю вторую строчку уже поверх подкладки, можно это заранее было сделать, просто чтобы закрыть этот шов строчкой и не оставалось дырок. Пришивать за этот именно шов, за внутренние, я не буду карман, потому что это все таки крадет какое-то место у кармана полезную площадь. Пришивать карман к рюкзаку буду за крайний шов. Теперь я все подгибаю вовнутрь, сохраняю все вот эти загибы, которые были ранее на кармане, и приметываю этот край. Так легче его пришить, так получается все ровно и красиво. Теперь немножко делаю искосок, потому что карман изначально он как бы скошенный на джинсах, они же не симметричные карманы, поэтому чтобы не париться, я сразу его наискосок пришиваю, чтоб он так вот как бы и выглядел, как таки надо. Проверяем молнию, все работает, все отлично, рука входит замечательно. Туда можно прятать денежки какие-то или какие-то проездные, ну придумайте для чего этот карман вам нужен. Теперь нужно заняться лямками. Прошиваем их по периметру, обязательно нужно надрезы сделать, чтобы лямка хорошо лежала, не топоршилась на швах и на скругление нужно вырезать лишнюю ткань зубчиками. Теперь выворачиваем лямку на лицевую сторону, швы нужно отпарить, чтобы вся она была ровная и теперь нужно вовнутрь вставить изолон. Но я вам покажу как он выкраивается. Вот это лямка, по которой выкроена джинсовая часть лицевая, а вот это выкройка лямки, это которую я из пенки краю. Видите, она насколько меньше по периметру, ну где-то на сантиметр. Ориентируйтесь, сколько у вас изолон толщиной 5 миллиметров или 3 миллиметра, у меня пятерка. Теперь вставляем вовнутрь, вставить это не сложно. Девочки, буду показывать все подробно, потому что по этому именно рюкзаку приходит очень много вопросов. Пишут в инстаграм, комментарии или в ВК, ну в личку пишут многие девочки, что-то непонятно. Я, собрав все эти вопросы воедино, решила показать просто вот каждый процесс подробно этого рюкзака, чтобы уже не возникало никаких вопросов. Многие даже не верят, что я шью это на бытовой машине, которая вообще у меня дохлятина family, но я покажу как я толстые места прошиваю на этой машине, научу это делать. Девочки, я показываю как я шью. Пожалуйста, делайте как вам удобно, как вы это видите, как вы это хотите сшить. Не обязательно все это делать как я, вы должны как-то все-таки придумывать свои технологии, свои методы пошива. Я просто дам вам бесплатную выкройку этого рюкзака и, пожалуйста, шейте, качайте выкройку, делайте ее. Все, вставили мы изолон, закрепили его в конце двумя иголочками, чтобы он уже у нас не соскакивал. И после этого его нужно хорошо еще раз подтянуть по лямке наверх, но тоже сильно не затягивайте, потому что потом лямка будет некрасиво выглядеть. Теперь берем линеечку и вот так шаг за шагом делим лямку пополам. Берем какой-то мел, обязательно смотрите как на изолоне лежат швы у вас, чтобы они у вас не перекрученные были, чтобы они зигзагом не пошли как-то, да, выкрутились, чтобы они параллельно шли друг другу ровные, потому что сейчас мы вот это наметим все и по этим меткам нужно будет проложить на машине строчку. Теперь нам нужно выкроить квадрат 9 на 9 сантиметров, у меня их здесь два, разрезаю пополам и у нас будет треугольнички, они нам нужны для того, чтобы вшить туда стропу вот с этими рамками, это нужно для крепления рюкзака. Смотрите, стропа у меня 3 сантиметра и два с половиной, вот это 50 сантиметров. Это длина стропы, которую мы пришьем на лямке, буду все пришивать вдвойне. Для рамок нужно 25 сантиметров две штуки, а для ручки нужно 26 сантиметров. Стропы буду сшивать, потому что у меня металлическая фурнитура на этом рюкзаке будет и я не хочу, чтобы она скользила у меня, поэтому буду делать двойные стропы. Пришила рамку и я ее фиксирую строчкой, прямо вот впритык строчку прокладываю, чтобы она мне не крутилась, не вертелась. Выкраиваем ее длинненькую, чтобы она заходила за вот этот уголок, чтобы он у нас не вырвался потом, потому что это очень часто на рюкзаке вырывается и чтобы предотвратить это в дальнейшем. Мы это заранее как бы предупредим, чтобы потом стропа у нас обязательно вшилась в сам рюкзак. А теперь я покажу, как это толстенное все место можно прошить на машине, на бытовой. Смотрите, сначала мы фиксируем ленту на треугольничке, чтобы нам ее потом легче было вшить туда вовнутрь, чтобы она не лозила и мы не отвлекались на нее. Сверху положили второй треугольничек, все скололи и начинаем шить. Лапка у меня стоит для вшивания молнии, чтобы мне как можно ближе прошить вот в этом месте, вот сюда чуть дальше сейчас буду шить, к самой вот этой стропе. Потому что когда широкая лапка стоит, она упирается и не дает так близко подойти к этому месту. И вот смотрите, вы дошли до этого места, поворачиваем, здесь оно толстое и видно уже как перекошена у меня лапка. Я подставляю такой же толщины вторую, такую же деталь со стропой назад, но она скользкая, вот скакивает у меня, видите она какая скользкая, поэтому я ее двойную делаю, чтобы у меня не скользила фурнитура по ней металлическая. Теперь я перевожу ее на переднюю часть и продолжаю шить. Все, оно хорошо прошивает. И вот все места в рюкзаке, когда вы его собирать будете что-то пришивать, старайтесь на заднюю часть лапки и потом на переднюю часть лапки подкладывать ту же толщину, которую вы на данный момент прошиваете, ну сделайте себе заранее такой какой-то сэндвич, который вы будете подставлять. Смотрим, что мы прошили, убираем иголки, срезаем уголочек, чтобы он у нас хорошо потом вывернулся и выворачиваем на лицо. Теперь нужно этот треугольничек простегать просто полосками, простегиваете его и все, там ничего сложного уже нету, показывать этого уже я не буду отвлекаться на это. Теперь его ровняем, с двух сторон откладываем одинаковое значение, соединяем и срезаем лишнее. Видео видно, что треугольничек уже простеган. Треугольнички готовы, лямку я прошила. Здесь я завязала узелки, они вот снаружи у меня, я их наружу завязала, чтобы эти узелочки потом ушли у меня под стропу, под ленту. Отмеряю 4 сантиметра, прикладываю ленту и проложу здесь строчку, потом я ее отогну и прошью квадратом. И этот квадрат потом крест-накрест, ну классическое пришивание ленты на рюкзаках. Теперь прикладываем лямки на спинку рюкзака, тщательно скололи, сверху положили ручку и после этого нужно несколько раз прострочить это место. Ниток не жалейте времени тоже, потому что это самое главное место в рюкзаке. Теперь примерно от низа отмеряем сантиметров пять и подставляем треугольнички наши. Обязательно, чтобы фурнитура смотрела кверху, не перепутайте, когда будете пришивать. Прикололи иголочками одну часть, потом складываем спинку рюкзака пополам. Второй треугольник накладываем на первый и соединяем иголочками наши детали. Вот теперь у вас будет все очень ровно пришито, вам уже не надо ничего отмерять ни сантиметром, ни миллиметром. Еще раз, контрольный замер, все ли правильно скололи, потому что может съехать пока скалывали. Проверяем, если все ровно, то прострачиваем на машинке, если не ровно, перекалываем, делаем ровно. Милые мастера, видео подошло к концу, пожалуйста, не лютуйте, будет продолжение выходить через день. Пожалуйста, кто первый раз, подпишитесь, чтобы не потерять эти видео. Кто хочет шить по бесплатному мастер-классу, получить бесплатную выкройку, пожалуйста, смотрите все эти три видео. Все подробно расскажу, вы обязательно сошьете по моему видео этот рюкзак, я вам обещаю. Ничего не утаю, все расскажу как есть. Я от всей души желаю вам крепкого здоровья и хорошего праздничного настроения. Всех люблю, всех целую и всем пока!